Всех приветствую! Сегодня будем готовить с вами булочки из рисовой муки. Они, как всегда, будут без дрожжей, без сахара. Вы смело их можете использовать в своем правильном питании, потому что они очень полезные и вкусные. Для приготовления вам понадобятся рисовая мука, яйца, молоко. У меня молоко козье, но вы можете использовать любое. Миндальное, кокосовое, коровье молоко. Масло. Масло можно брать как сливочное, так и растительное масло. Яблочный уксус, сода, соль и псиллиум. В чашку разбиваем 3 яйца и хорошенько их взбиваем блендером или миксером. От того, как мы их собьем, будет в том числе зависеть и пышность наших булочек. В яичную смесь добавляем соль. У меня розовая гималайская соль. И добавляем соду. В эту смесь добавляем молоко. Как я уже говорила, у меня козье молоко, но вы можете использовать то молоко, которое у вас есть. Добавляем яблочный уксус и добавляем растительное масло. У меня масло горчичное. Я его часто использую в выпечке. Но вы можете добавлять то масло, которое у вас есть. Оливковое, подсолнечное, либо растопленное сливочное масло. Полученную смесь опять хорошо взбиваем. И добавляем муку. У меня не просто рисовая мука, а рисовая цельнозерновая мука из бурого риса. Она более полезна, в ней больше клетчатки, в отличие от обычной рисовой муки. Далее мы добавляем псиллиум. Псиллиум – это шелуха семян подорожника, это клетчатка. Она очищает кишечник, улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и ускоряет вывод токсинов из организма. Вот такое вот густое тесто у нас получилось. Сейчас мы будем формировать наши булочки. На промасленный пергамент ложкой выкладываем тесто. Потом мы мочим руки в холодной воде и влажными руками начинаем формировать наши булочки, чтобы они были правильной такой округлой формы. Выпекаем при температуре 180 градусов 15-20 минут. Наши булочки готовы. Их можно использовать вместо хлеба, для бутербродов, для домашних бургеров. Благодарю всех тех, кто досмотрел это видео до конца. Я буду рада вашим лайкам и комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok